Добрый вечер, дорогие телезрители. Четверг, 18.15, эфире национального телевидения. Телепрограмма замечательная. Телепрограмма, на самом деле, один из нас, которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодняшняя стартовая точка, она вот такая вот. Вчера, в среду, в пригородах города Якутска были выпущены в естественную среду обитания первые 20 животных, которым был применен принцип, как она называется? ОСВВ. ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Который вот этой акции предшествовало, ну, не знаю, очень ураганное рассмотрение нового закона, который многие, многие во многих регионах России считают, но не то, чтобы, скажем, скоропалительно принятым, да, а рассматривают в нем аспекты очень поспешных действий со стороны Госдумы в отношении животных. Назревает вопрос, для кого вообще вот этот закон? Он то ли для людей, для людского населения России, или для, все-таки, для животных домашних. И рассматривайте вот эту вот, на самом деле, очень острую тему. Сегодня согласился лишь один человек, на самом деле, мой давный боевой напарник Елена Карловна Колесникова, эксперт общественной палаты Республики Саха-Якутия. Давайте мы вспомним события, которые предшествовали в сегодняшней нашей встрече. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года. Оказалось, что муниципалитеты к реализации, к исполнению закона не слишком-то и готовы. Сегодня тоже была информация в новостной ленте о том, что из всех приютов для содержания животных нормам нового закона отвечает лишь 7. Гигантская работа предстоит столице Республики. Звучала вот на наших рассмотрениях цифра порядка 400 миллионов. 400 миллионов только на обустройство, внимание, и на... Только на обустройство приюта для безнадзорных животных. Ну, Елена Карловна, все-таки вот вспомним расширенное заседание, в котором принимали участие общественники в лице общественных палат города и республики, принимали участие депутаты законодательных собраний, опять же, муниципалитета и республики, принимали участие так называемые зоозащитники и, что немаловажно, принимали участие представители некоммерческой сферы, на которых ставка делается очень и очень высокая. Как всегда бывает, государство, когда видит, что где-то оно может делегировать функции, скажем так, свои функции государственные, в том числе и по отлову, по надзору, содержанию бродячих животных, он делегирует куда? Ну, естественно, в сфере некоммерческих организаций. Это, на самом деле, наверное, и правильно, потому что, еще раз говорю, подход, скажем так, человека, который получает зарплату в том же жилком сервисе, в деле содержания, я не знаю, чьих животных, которые попали к ним в приют и так далее, он в корне будет отличаться от подхода того же волонтера, который от всей души любит вот этих животных. Это не часть его работы, это его хобби, это то, к чему лежит его душа и тому подобное. Хорошо, давайте начнем с серьезных вещей. Все-таки эксперт Общественной палаты Республики. Елена, почему вы считаете, что закон в том виде, в котором он принят к реализации, он не совсем людской? Ну, я не могу сказать, что он не совсем не людской, он, наверное, не отвечает интересам людей. Вот в этом законе есть статья 4, и пункт 4 в ней гласит, что один из основных принципов реализации этого закона это является научно обоснованное совмещение социальных, нравственных, экономических интересов общества, человека и государства. Но когда мы столкнулись с тем, когда начал реализовываться этот закон, к сожалению, весь этот принцип просто имеет декларативный характер. Он под собой никаких не несет ни экономических благ для человека, ни социальных. Так вот, получается такая ситуация, что в законе прописаны достаточно серьезные механизмы по работе с бродячими собаками, но денег не было выделено на реализацию этого закона. Да, только на приют, да, на ежегодное обеспечение работы приюта нам необходимо только по городу Якутску выделять 150 миллионов рублей. Ну, это понятно, что 150 миллионов рублей — это строительство серьезного большого социального объекта, такой, например, как школа. То есть, получается, что денег нету, и придется муниципалитетам и без того нищим, бедным муниципалитетам вытаскивать из других социальных сфер вот эти деньги на то, чтобы работать с этими животными. И получается, что та сфера социальная, которая у нас сейчас и так страдает, она будет еще больше страдать. Потому что, в принципе, муниципалитетам не дали выбора. Кроме этого, есть такой, я думаю, пробел серьезный в этом законе, что собак можно усыплять, умерщвлять только если собака, значит, сильно страдает физически, да, у нее какая-то болезнь, несовместимая с жизнью, только в этом случае. А тут мы переносим к статье 245 Уголовного кодекса, который говорит о том, что если собака будет, значит, жестокое обращение, вплоть до умерщвления, человеку грозит до пяти лет лишения свободы. И вот помните, у нас буквально недавно произошел случай в Алданском районе, когда на девочку напала собака, и полицейский ее застрелил. Так вот, формально этот полицейский должен, значит, понести уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы. Потому что у нас в законе не разрешено убивать животных, и любое, значит, убийство животного от бродящей собаки, это должно караться по Уголовному кодексу. То есть вот такая, то есть понятно, что, скорее всего, там не будет это применено, к этому полицейскому, вот, уголовное наказание. Но формально, на сегодняшний день мы живем в таком правом поле, что мы себя защитить от собак не можем, ни своих детей, тем более не можем. Еще, в принципе, если мы будем пытаться защитить своих детей от агрессии в бродящих собак, то мы же и будем еще сидеть за это. Поэтому вот здесь такая феноменальность, я считаю, что это огромный пробел в законе, который нам не дает реализовать свои права на безопасность, которые прописаны у нас в Конституции. Это ущемление наших конституционных прав, как вида, как человека двуногого, который передвигается на двух ногах, говорит человеческим языком на одном из человеческих языков. Это ущемление конституционных прав. Я считаю, что это пробел в законе, который ущемляет наши права, и который необходим каким-то образом восполнить этот пробел в законе однозначно. А если подойти с той точки зрения, что, ладно, 1 января 2020 года законодатели выпускают обращение в закон, который предполагает более гуманное отношение к животным. Согласен, это вообще чисто с гуманитарной точки зрения, это нормальное явление. Дети будут учиться, скажем так, к гуманному отношению к природе, к более ответственному содержанию, скажем так, домашних животных и так далее. Но по моему, ну не экспертному мнению, да, но по моему сугубо личному мнению, исполнение закона должно было начаться при нулевом или, скажем так, в пределах 5% градации от нулевого наличии бродячих животных на улицах. То есть, прежде чем исполнять закон о гуманном отношении к животным, нужно было зачистить абсолютно в тотальном мере улицы всех городских, сельских, любых поселений от бродячих животных. То есть при нулевом уровне, давайте, потом, когда появится, вдруг какой-то нехороший редиска найдется, который выпустит свою собаку на самобылгу, она бежит там и так далее, и так далее. Все эти вещи применять при нулевом значении вот этих бродячих животных. Согласна с этим? Дмитрий, я абсолютно здесь с вами согласна, и тот опыт зарубежный, который мы изучали, совместно со специалистами, говорит о том, что они действительно в тех странах, где нулеволе, там чуть небольшой уровень бродячих собак есть, они применяли ОСВ, только если действительно или ноль, или чуть больше. Но когда огромное количество собак на территории улиц, действительно, городов и сел, это маловероятно. Как говорят ученые, да, вот на площадке как раз общественной палаты города выступал, выступала Шадрина Елена Григорьевна, она говорила о том, чтобы ОСВВ было результативно, нужно единоразово стерилизовать 75-80% самок, бродячих собак. Только в этом случае он может дать какой-то результат. Вот. А мы понимаем, ну, на сегодняшний день у нас озвучиваются цифры 10 тысяч собак по городу Якутску. Кроме этого, наверное, все видели замечательный, значит, сюжет, Я-ТВ, да, снимали, где они ездили в такой десант именно с отловщиками. Из 80 собак они смогли только поймать 3 собаки. Ну, мы понимаем, какой объем проблем нас может ждать впереди, если, значит, не все собаки будут сейчас стерилизованы или кастрированы. И они, мы же понимаем, что они начинают плодиться буквально, ну, в геометрической прогрессии. Одна самка может за год только там до 10-15 щенят родить. А может не только два раза щениться, но и три раза. Мы должны понимать, что через год эта проблема уже нарастет такими огромными темпами. Ну, насколько мы сможем ее решить? То есть я предполагаю, что уже через год перед нами уже не будут стоять вопроса, насколько мы должны гуманно относиться. Потому что уже пошли серьезные случаи нападения, и они регулярно фиксируются. Ну, и, ну, они просто, мне скажут, очень страшные. Мы не должны... Ну, я понимаю, если взрослый берет на себя ответственность, он говорит, я буду гуманно относиться и готов этим пожертвовать своим здоровьем и жизнью. Но за детей-то мы же должны как-то отвечать. То есть мы, получается, тем более, мы понимаем, что собаки будут кидаться на более слабого человека. Это в первую очередь старики и дети. Мы же должны... На нас лежит ответственность по их защите. Что мы через год сделаем? Как вот была в Румынии ситуация с ОСВВ? С 90-х годов там эта программа начала реализовываться. И через какое-то время действительно их расплодилось уже десятки миллионов, да, по городам. Десятки миллионов, там под сотню миллионов доходило. И люди, действительно, столкнувшись с тем, что они нападают... Было несколько серьезных таких случаев в 2014 году. Люди просто вышли с демонстрациями на улице. И Конституционный суд отменил эту программу на территории Румынии. Ну, я не понимаю, вот для нас вот этот опыт, мы можем его применять как опыт? Или мы будем ждать, когда мы попадем в такую же ситуацию? Кроме этого, вот для меня возникает все равно такой объективный вопрос. Есть исследования, и не одно, при том они в открытом доступе, и на официальных сайтах их много, о том, что у нас в России среди людей, которые живут в квартирах, у нас вообще люди очень добродушные, у нас 50% населения имеет домашних животных. И вот тот процент людей, которые имеют собак, среди них более 50% собак, это породистые собаки. И возникает вопрос, если мы ассоциируем себя, что мы такие плохие, безответственные, нехорошие, что выбрасывают животных на улице, то на улице должно быть как минимум 50% породистых собак. А в городах эта цифра породистых собак у людей достигает 75%. Но я ни разу, честно говоря, не видела ни одной породистой собаки, ни в одной стае. Так вот, многие ученые говорят, ну, разные цифры озвучиваются, говорят о том, что выброшенных собак на улице достигает примерно 1%. Елена Карамовна, давайте мы остановимся буквально на несколько минут и продолжим нашу увлекательную беседу, касающуюся нового закона об обращении с животными. Мы продолжаем программу «Один из нас». И сегодня один из нас озабочен, скажем так, тем недоумением среди многих-многих субъектов, сигнализирует о том, что треть субъектов только готова к реализации нового закона по всей России. Настолько это взаимосвязано, скажем так, с мусорной реформой? Ну, согласись, что, естественно, среда обитания – это мусорные баки бродящих собак. И на чем мы остановились? На том, что не видела, что 50% бродячих собак составляли породистые животные, да? Да. Ты правда не сталкивалась с этим? Я не видела на улице. Съездим мирный. А, и там породистые собаки гуляют по улице? Да. Причем такие хорошие такие. Встречаются бойцовые такие. Ну, возможно. Но в городе Якутске я, честно говоря, не видела. Возможно, у нас в городе Якутске более ответственные хозяева. Ну, это можно по-разному. То есть я не говорю, что это априори стопроцентный факт. Я говорю просто цифры. Говорю о тех цифрах, которые озвучивают специалисты и эксперты. И говорю, что для того, чтобы мы понимали, с чем мы конкретно боремся, с безответственностью или с увеличением популяции природной, биологической функции этих бродячих собак, мы должны сначала изучить досконально эту сферу. Мы должны для себя ответить на эти вопросы. С чем конкретно нам в итоге нужно бороться? И здесь я хочу сказать, что я как юрист изучила прямо комплекс международных документов. Это и Кодекс здоровья животных международный, это и Конвенция по защите животных, это и методические рекомендации по регулированию уровня собак международной защитной организации. И там везде есть пункт о том, что если в государстве так принято, какие-то определенные условия. То есть одно из условий – это высокий уровень количества бродячих собак на улице. И какие-то культурные особенности. То в этих государствах могут применяться гуманные способы усыпления собак, чтобы они не чувствовали никаких страданий. Но это естественно, да? Я думаю, что никто не будет против, что мы просто, если нам нужно популяцию бродячих собак как-то регулировать, то это нужно действительно сделать очень гуманными способами. И во многих странах, во многих большинстве странах, именно популяция, когда уровень какой-то определенный предел превышает, люди начинают пользоваться этим способом. В принципе, ну, с другой стороны, вы представляете, мы сейчас этих собак будем вылавливать, стерилизовать, какое-то время кормить. Наверное, вы, Дмитрий, тоже слышали, что их в приюте, где их стерилизовать нельзя, кормить там отходами какой-то, там должно быть определенное… Дневная норма, внимание, 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 дневная норма содержания невинного животного в приюте, назовем так, это, скажем так, пункт передержки собак, да, составляет, внимание, 470 рублей в день. 470 рублей в день. Это, я не знаю, военнослужащие, наверное, меньшим рационом питаются, да? Ну, мы уже поднимали там вопрос о том, что у нас дети, питание бесплатно, у нас намного меньше, там 50-70 рублей у разных категорий детей. У школьников? У школьников. И если говорить о тех дотациях, которых дается матерям одиноким, это 4,5 тысячи рублей, а там уже за 13 тысяч рублей, да, выходит содержание собак. Ну, то есть мы же должны понимать, ну, как нам выстраивать эти приоритеты. Или мы будем вверх поднимать бродичь собак и им, как бы, все социальные блага отдавать. Практически сейчас вот этот закон нас ставит в такое положение. Или все-таки мы будем в приоритете держать интересы населения и, в первую очередь, незащищенных слоев населения. Давайте мы дадим слово еще одному человеку, который в связи с недавним инцидентом в городе Ленске, в замечательном городе Ленске, стал предметом очень, скажем так, нелицеприятных высказываний со стороны так называемых зоозащитников. На телефонной связи с нами отец Анатолий, настоятель храма святителя Иннокентия в городе Ленске. А отец Анатолий, вопрос звучит таким образом. Вот вы очень жестко высказывались по поводу пострадавшего мальчика в городе Ленске. И в этой связи, вот, я, кстати, очень рад тому, что вот такие институты, вроде как общественные, надгосударственные, да, как церковь, и их представители, которые делают имидж вот этих самых институтов, очень трепетно и своевременно отзываются на проблемы общества. Так вот, отец Анатолий, ваше отношение к свежепринятому закону, который, ну, называют закон с гуманным обращением с животными? Видно то, что вот они добились своего, приняли этот закон. Я еще раз введя в заблуждение органы государственной власти, вот, скрывая от них, вот, на самом деле, практику мировую, скрывая от них данные исследования ученых. И дальше ситуация как будет развиваться? Дальше нас будут заставлять закон исполнять, мы будем тратить колоссальные средства, на содержание этих животных, никто контролировать не сможет, потому что никто не проверит, сколько, на самом деле, были стерилизованы собак, сколько, на самом деле, кормов было потрачено, ну, то есть, на животных, на этих. Это вещи абсолютно яма бездонная финансовая, которая никак не будет контролироваться. Собак от этого меньше не будет, собаки будут кусать людей. И эти же, вообще-то, зоозащитники будут по этому поводу кричать, что виноваты муниципальной власти. Муниципальная власть будет находиться в состоянии кошмара от этого, потому что у них нет рычагов решения этой проблемы. Это будет такой заколдованный круг, вот, вот, спирально будет накручиваться, накручиваться, и социальная напряженность будет накручиваться. Народ будет недоволен властью, потому что народ не понимает, на самом деле, в чем проблема. Муниципальной властью за то, что она не может, якобы, решить эти проблемы. Она, на самом деле, решить эти проблемы не может, потому что у них нет никаких рычагов. И мы будем дальше пожинать вот такие кровавые плоды, вот этой социальной безответственности со стороны определенных групп. Вообще, замена вот этого вот верховенства человека в природе на кого-то другого, это сродни идолопоконству. То есть, если мы ставим животных в районе с человеком, или даже еще выше человека, а по некоторым параметрам так оно и есть, то мы фактически с вами, ну, как бы, скатываемся вот в такой, знаете, идолопоконце самое настоящее. Вот мы же с животными живем, еще раз повторюсь, не то что там столетие, тысячелетие с животными живем, и у нас очень рациональное отношение к животным, то есть, настоящий охотник, настоящий, там, вот, таежник, он собаку очень любит свою, потому что это защитница и кормилица. Вот у нас был случай, когда собака лапу повредила на охоте, у нас мужики тащили ее на лыжах, там, километров 20, наверное, на загоревку бросили в рюкзак, бросили какие-то вещи, вот, и собаками все выходили на лыжах из леса, то есть, на себе их несли, вот, они ее любят, но одновременно эти люди не будут устраивать их собаке какой-то фетиш, там, поклоняться ей, давать ей какие-то права, которые дают обычному человеку, то есть, они относятся к этому трезво и рационально, то есть, настоящий вот сибиряк, вот, жители вот Якутии, что коренные русские здесь живущие давно, что, значит, коренные народы, они же к рационально, к миру окружающим относятся, они никогда не возгнут на охоте больше, чем нужно, они не возгнут на рыбалке больше, чем нужно, чтобы там рыба где-то кисла или портилась, они возгнут столько-столько, сколько нужно им съесть. Это очень такое правильное отношение. Естественно, когда люди сидят, допустим, где-то в Москве, в квартире, в своих розовых тапочках, в удобном диване, на удобном диване или в удобном кресле у телевизора, они, конечно, не понимают того, как мы здесь живем, и им непонятно, зачем люди ходят на охоту, что они идут в магазин, там все покупают, им непонятно, зачем человек идет на рыбалку, они не понимают, что есть целый населенный пункт, где люди кормятся всем этим. Им это расскажи, они этому не верят, они все покупают в магазине. Естественно, здесь нужно объяснять о том, что Россия за Садовым кольцом живет немножко в другом формате, чем живут люди в больших городах. И я не считаю, что нам нужно какое-то разное законодательство в разных регионах, потому что животные везде есть животные, и ставят животные, но невозможно, что, допустим, в Якутии ставят животные на подобающее место, допустим, где-то в Казани, начинать животных в Конституцию местного, для Субитой Федерации включать. Это было бы глупо. Я думаю, что вообще-то закон нужно, конечно, нанял мораторий, было бы правильно, ну, или вообще как-то, в общем, ее пересматривать. Потому что у нас здесь и непонятная дискриминация среди животных происходит, почему собака выше всех остальных других животных, почему ей такие привилегии особенные. А домашние хомячки, вот чем они хуже? А интересы кошек, кто защищает? Которых собаки бродячие едят? Никто не защищает. А жеребенок? Хорошее, красивое, доброе животное. И мы с вами скоро подойдем к тому, что нас будет... Вот на всем этом же не остановится. Нас будет и дальше вот маразм вот этих совершенно каких-то ненормальных взаимоотношений толкать и оттолкать. Ну, посмотрите, для меня, для как христианина, есть четкие отношения Библии к собаке. Точно такое же отношение к собаке у мусульмана. Ну, это кто-то учитывает или нет, когда заставляет такие законы? Или когда заставляет, там, руки выкручивают, и там, за привлением резкости к животным, там, в тюрьму человека тащат. Это же ненормально. Придумав надуманно, как-то вот, вводя в наши общественные отношения какие-то такие вот идеи, и заставляет все вокруг этого плясать, там, законы кида примет других, бороться с этими законами. Спасибо, отец Анатолий. Еще раз говорю, очень отрадно, что надгосударственные такие институции, такие как церковь, как служители церкви, они, еще раз, они тоже являются частью общества и имеют право на актуальные какие-то высказывания, которые могут быть жесткими, могут быть... Но самое главное, они тоже являют собой срез вот такого общественного мнения. Спасибо еще раз отцу Анатолию. Я, кстати, с ним на одном курсе учился, поэтому хорошо, что вспомнил старые связи. И еще раз, вернемся к агрессии, которая иногда проявляют, не иногда, а зачастую проявляют, особенно вот в это время, скажем так, период собачьих свадеб, марта фактически во дворе, и собачкам самое время разгуляться. Та агрессия, которая присуща бородячим собакам, она бывает присуща и хозяйским собакам. Посмотрите на тех собак, которые сидят на привязи буквально в 90% частных домовладений. Что-то я не видел такого добродушия и, скажем так, компаньонства и так далее, отцепных собак, особенно крупных пород. Так вот, это агрессия, которая... Елена Григорьевна? Да, Шадрина. Елена Григорьевна Шадрина, да, которая выступала у нас на расширенном заседании общественной палаты, она упоминала тот факт, что ОСВВ не исключает исчезновение агрессии после процедуры у представителей, скажем так, женских особей, собак. Наоборот, повышает агрессию. Ладно, там кобеля могут еще, скажем так, принизить уровень каких-то гормонов, но у СУК, это нормальный вполне такой термин, у СУК агрессия, она может сохраниться и даже усилиться. И, в принципе, вот в таких условиях проявление агрессии со стороны, еще раз говорю, пусть меня закидают камнями те, которые говорят, что дельфины обладают каким-то интеллектом, те, которые говорят, что пчелы обладают коллективным разумом и так далее, но еще раз, по сравнению с нами, с царями природы, собаки и кошки, и другие домашние животные, не являются же они мыслящими тварями. Поэтому в завершении второго блока, который уже заканчивается, я хочу вот свою такую острую тираду сказать все-таки. Прав отец Анатолий для людей, а не для их питомцев, будь то домашние животные, и другие пчелы, и попугаи, и так далее, создан этот закон. И он в первую очередь должен работать на людей, на людское общество, на защиту людских жизней от братьев наших меньших. Мы завершаем нашу программу, завершающий блок нашей программы, которая посвящена свеженькому такому нововведению. Еще раз говорю, вчера в городе Якутске были выпущены на волю первые 20 животных, которым был применен метод ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск обратно в среду обитания. Я тут скажу, вот насчет породистых животных, которые Елена Карловна упоминала в первой части. Представь какую-нибудь тонкошерстную, такую французскую бульдожика и так далее, в минус 50 градусов, выживающую где-то под теплотрассой. То есть, еще раз, среда создает свои условия, которые, ну, понятное дело, баллонки, они длинношерстные, выживают такие мохнатые, длинношерстные и так далее, и так далее. В наших минус 50. А вот как раз, еще раз говорю, с точки зрения ответственного собаковладения, или там кошковладения и так далее, выпуск вот этих животных, там на самовыгул, где они могут убежать, замерзнуть насмерть. Вот это и есть тоже негуманные отношения. Как быть вот с такими людьми? Как быть с 90% процентами, скажем так, держателей дач, дачных участков, домов и так далее, которые берут на сезон собачку, а потом говорят, ай, иди гуляй. Ну, Дмитрий, я хочу вот... Вот гуманность-то здесь людского общества, она может быть двоякая. Она может быть в негуманности усыпления таких вот замерзающих собак, и в гуманности таких вот людей, которые не сильно подготовлены на пособие выпускают. Я бы, честно говоря, здесь изучила очень досконален этот вопрос. То есть, когда мы даже дискутировали в соцсетях с людьми, поднимающими эту проблему, как раз в основном это касается как раз дач, приусаденных участков. Люди действительно на лето берут бродячую собаку, дворняжку, а потом ее зимой к зиме выпускают. Без всякого ОСВВ выпускают. Да, без всякого ОСВВ. Но я думаю, что здесь, с одной стороны, это говорит о том, что люди душевные, добрые, они приютили какую-то бродячую уличную собаку. Откормили. Ее откормили. Да, дали, может, какую-то надежду. Но из-за того, что у них нет возможности держать их в квартирах, они ее отпускают. Я думаю, здесь, конечно, нужно поставить вопрос, и здесь нужно это регулировать. Кроме того, поднимается вопрос о том, что нельзя их кормить, о том, что мы должны закрыть все помойки, все мусорные ящики, чтобы не провоцировать их дальнейшее, чтобы они не плодились. Основные инстинкты. Основные инстинкты. И здесь мы говорим, опять вопрос большой ставим, о гуманности. То есть мы этих животных стерилизуем, потом выпускаем на волю, мы их кормили в приюте, поили, обихаживали, а на улицу мы их выпускали, и они даже негде есть. Уже идет прямой запрет, что ни в коем случае нельзя их кормить, потому что благодаря этому они плодятся. Поэтому очень сложно здесь, такие вот вопросы сталкиваются. Где здесь гуманность? То есть мы этих бедных собак потом, выпуская на улицу, опрекаем на голодную смерть. Но еще специалисты много раз повторяют о том, что когда стерилизуют собаку, у нее же инстинкты другие не убирают. Тот же инстинкт охраны своего ареала обитания, тот же инстинкт лидера стаи, охраны какой-то базы своей кормовой и так далее. То есть здесь хотим или не хотим, мы убираем какие-то инстинкты гормональные, но мы не убираем других инстинктов собаки, которые она тоже в этой среде защищает. И неизвестно, кто на ее взгляд может быть поборником ее интересов. Какой-то ребенок или пожилой человек, или взрослый человек. Тут тоже неоднозначная ситуация. Дмитрий, ну вы, раз уж затронули такой вопрос философский о разумности, но самое важное, что отличает людей от животных по разумности, это все-таки творческий потенциал. То есть если мы с вами можем что-то создать, вот вы одеты в рубашку, брюки, там вот эта студия замечательно построена, то животные, как бы мы там, какими качествами бы их ни наделяли, основного принципа разумности творчества и создания что-то своими руками у них нет. Пчелы? Ну, создание в творчестве. То есть у них, они работают все время на определенном, ну то есть витке, то есть у них строго зафиксированы какие-то функции. Мы люди, каждый раз мы можем создать новое. Сегодня там сшить рубашку, завтра построить машину. То есть в этом плане мы, ну не знаю, можно сказать более развитые. И можем ли мы ставить себя на одну ступень, да, с животными? Или мы должны здесь, я еще первый раз, самое главное, это безопасность, и в первую очередь детей, самые незащищенные в этой ситуации слоев общества. То есть мы должны понимать, что для нас важнее, это безопасность детей, или, ну, во многом, я считаю, что это декларативные такие вот заявления о гуманности. Потому что мы этих животных, в принципе, выпуская на улицу, с теми условиями, которые мы сейчас их будем создавать, мы практически их обрекаем на тяжелую, голодную там смерть. Или от лап и зубов клыков сородичей, либо голодной смертью. Ну, получается, что так? Да, получается так. Тем более, понятно, что чем больше их будет становиться, тем больше они будут между собой грызть, да, и воевать за какую-то территорию, за кормовую базу. Поэтому, ну, здесь такая очень гуманность, я вообще очень сложно... Она размазана. Да, очень. Она размазана во многих пунктах. Я очень надеюсь, что наши законодатели, депутаты нашего государственного собрания Ильтумен, которые в составе рабочей постоянной комиссии рассматривают вопрос о наделении органов местного самоуправления определенными функциями, да. Если закон надо исполнять, но есть предпосылки его не исполнять, надо же искать лазейки какие-то, да. Как юрист, в принципе, закон можно обойти определенным путем. И здесь вот я не говорю, давайте повсеместно нарушать вот этот закон, да. Просто какова может быть зацепка для тех, которые действительно мыслят рационально, как юрист? Ну, я как юрист вообще, когда нас обучают как юристов, нам дают такую определенную базу, да, что закон по сути нельзя нарушать, да. Поэтому здесь, к сожалению, смотря вот по многим регионам, эта ситуация вообще провоцирует такое понятие, как докхантеры. То есть люди сами начинают решать этот вопрос, эту проблему, когда государство, в принципе, оно в тупике, оно ничего не может сделать. Взять на себя ответственность, да, в которую их могут потом уголовку, да, повесить, либо подвергать свое население такой, ну, страшной опасности. Поэтому вот развивается такое направление, как докхантеры. Я тоже, поэтому очень скептически смотрю на провозглашение гуманного отношения и воспитания, потому что вот многие государства подтверждают, где вот этот принцип, вот эта программа реализуется, УСВВ, там появляется, как ответ общества на эту проблему, появляется большое количество докхантеров. На мой взгляд, нужно сегодня, как наши многие международные документы говорят о том, что в государстве должны быть приняты меры по усыплению, с учетом популяции собак, которые на сегодняшний день существуют в государстве, условий, традиций, много-много чего. Нужно применять усыпление гуманное. То есть, ну, ни для кого, наверное, не секрет, что есть способы усыпления, когда бедная собака мучается. Но на современном этапе есть множество лекарств, когда собака просто закрывает глаза, засыпает и все. Да, то есть, ну, мы должны здесь и интересы собак учитывать, но для нас, я думаю, приоритетом должны быть интересы общества и людей. Конечно, приоритеты, я еще раз говорю, тех, которые разговаривают на одном из человеческих языков, те, которые наделены, скажем так, экстерьером, Homo sapiens и так далее. Но еще раз, две трети регионов России сигнализируют о том, что их коммунальщики задыхаются от непомерной работы по реализации вот этого закона. Не готовая инфраструктура абсолютно, нигде по России, ну, разве что какие-то большие поселения, мегаполисы. Но и там, я думаю, что не обошлось без помощи, опять же, вот этих инкулодов. Я вот тут хочу еще раз призвать так называемое зоо-сообщество, да, то есть зоо-защитников, которые, благодаря лобби которому и был принят этот закон. Ребята, если вы, скажем, продавили вот такой вот закон в этом виде, который он принят, ради бога, давайте тогда вовлекайтесь с головой, с руками полностью в тот процесс, который называется содержание, обустройство и эксплуатация пунктов передержки вами горячо любимых животных. Согласна? Потому что это, мы не хотим, люди не хотят, чтобы средства на содержание животных шли из статей, которые урваны из других статей, которые должны быть направлены на содержание людского вида. Согласна с этим? Да, конечно, конечно. В лице НКО, в лице, объединяйтесь и так далее, а не только декларативно, пожалуйста, говорите, что собачки такие милые, безобидные и они все няшечные. Няшечность собачек охотно можно видеть, скажем так, в тех инцидентах, наподобие Ленского, за высказывание в отношении к которым репутационно пострадал отец Анатолий, один из героев нашего сегодняшнего выпуска. Еще раз говорю, то, что вы проделали огромную работу, это честь вам и хвала. Продолжайте эту работу, продолжайте, не сходите с нее, не вставайте в паузу, а муниципалитеты обязаны, мы сделали, пролоббировали этот закон, муниципалитеты должны теперь исполнять. Не вставайте в паузу страуса, не укрывайте голову в песок и так далее, не оставайтесь в стороне, проявите то человеческое, которое все общество от вас как раз и ждет в этом отношении. Вот поэтому мы и на том совещании в нашем общественном палате предложили мораторий по действию закона, чтобы могли муниципалитеты подготовиться к реализации его. Потому что практически, я еще раз говорю, закон приняли, но финансирование никакое муниципалитетов не обеспечили. Хотя изначально авторы закона говорили о том, что финансирование дополнительно этого закона не нужно. И при том то финансирование, которое уже было у субъектов, оно будет значительно меньше при вот этой программе. Но на самом деле, при реализации этого закона оказалось абсолютно другое. Деньги, которые нужно выделить на эту сферу, они просто космические. То есть мы предлагаем, во-первых, мораторий, либо, второе, это внесение изменений в закон о том, чтобы субъектам давали стратегию на выбор. То есть если субъект подготовлен, пожалуйста, в приютах. Если нет, то субъект должен сам выбирать. То есть позиция муниципалитетов должна быть такая. Если они докажут, что они в полной мере готовы к реализации закона, то должны настаивать на выборе определенной тактики в отношении бродячих животных. Не забывая, еще раз говорю о том, что все-таки это закон людской. Он работает на людей. Увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok